Построенный спортивный комплекс на территории 55-й школы в микрорайоне Забайкальский включает в себя хоккейную коробку, там же можно играть в волейбол и баскетбол, футбольное поле с газоном и беговыми дорожками по периметру, а также тренажеры. Финансирование в основном велось из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Спорт. Норма жизни». На что были потрачены деньги, а главное, насколько качественно были проведены работы, проверяют специалисты контрольно-счетной палаты. Проверяются документы, подтверждающие финансирование строительства, договоры, контракты, соглашения о выделении субсидий. Общий объем выделенных средств составил 103 миллиона рублей. Данные средства направлены на финансирование устройства футбольных полей с искусственным покрытием устройства спортивных площадок для занятий баскетболом, волейболом и ряд других объектов. Выделенные деньги были направлены на строительство объектов не только в Забайкальском, а также в школы номер 13 и 43. Примечательно то, что спортом здесь могут заниматься не только школьники, но и все желающие. Территории огражены и оснащены камерами видеонаблюдения. Замечательный спортивный комплекс, который выполняет у нас три функции. Это первое, проходят уроки физической культуры. Второе, это дети занимаются вовнеурочные, время проводятся секции. И третье, конечно, это бесплатная возможность всех жителей Забайкальского поселка заниматься бесплатной физкультурой. Добавлю, что в прошлом году подобные комплексы появились у школ номер 57, 22 и 18 в поселке Тулунжа, 103 микрорайоне, а также на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька». Теперь заниматься физкультурой и спортом могут все большее количество людей. Руслан Хороших, Алексей Ромашов, Новости дня. Руслан Хороших, Алексей Ромашов, Новости дня.